И я хочу сегодня говорить о неисследимом богатстве Христовом. И сегодняшняя тема, название темы, это «Бог предопределил твое усыновление, сыновство и благословение сыновства». Я прочту в начале Эфесянам 3 главу с 8 по 12 стих. И это тот фон, это та глава, третья глава, на фоне которой исследуется первая. И первую главу ты не поймешь, если третья глава, она как бы не подготовит основание, почву для тебя. Поэтому третья глава нам помогает хорошо понять первую. Мне наименьшему из всех святых дана благодать, благовествовать язычникам, неисследимое богатство Христово. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайной, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Таба ныне соделалась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе Нашем, в котором мы имеем дизнавение и надежный доступ через веру Него. Апостол Павел говорит, что мне дана честь возвещать о неисследимом богатстве Христовом. И в первой главе апостол Павел говорит то же самое, что мне открылось это, и я пишу вам очень кратко. Представьте себе, мы прошли всего два стиха, говорим об этом две недели, и апостол Павел говорит, что я еще коротко вам пишу об этом. Представьте себе, что мы вот столько времени, мы говорим об этом, то, что Бог приготовил для нас. А если нам откроется все то, что Бог приготовил для нас, что это будет? И поэтому я думаю, что апостол Павел коротко пишет об этом, потому что полностью все откровение вынести на лист бумаги, это будет очень сложно, невозможно. И вот это великое богатство, неисследимое богатство, оно было в тайне. И в девятом стихе он говорит, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшиеся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христовым. Сегодня мы пытаемся шаг за шагом открыть, в чем же состояла эта тайна. И апостол Павел говорит о домостроительстве этой тайны. И поэтому мы не догадываемся, не знаем, что же такое домостроительство тайны. И на русском это звучит лучше, домостроительство. И это означает, и звучит так, как будто это похоже на строительство какого-то дома. У дома есть фундамент, который сокрыт, который в тайне, который не виден. И потом на него, на этот фундамент, начинают строить стены и сам дом постепенно, шаг за шагом. И вот точно так же, мы шаг за шагом, мы открываем вот эту тайну домостроительства. И апостол Павел говорит, что об этом никто не знал. Как бы не звучало это удивительно, но небеса через землю узнают то, что Богу было запланировано. По-другому, если бы ангелы пришли бы и сказали бы, что кто-то может нам сказать, что вообще Бог предопределил. Ни один ангел не смог бы изъяснить тебе и рассказать, что же Бог запланировал для тебя. Потому что апостол Павел говорит, что это было сокрыто во всемогущем Боге. Но это откровение не возвещалось никому, то есть никому не говорилось об этом. Только сейчас пророкам и апостолам дана возможность открытия эту тайну. Церковь стала носителем вот этого откровения, откровения об этой тайне, которую Бог носил на протяжении многих лет. И сегодня, когда церковь проповедует о многолетнем замысле Божьем, небеса сегодня слышат об этом. Мы пытаемся откровение снести с неба для того, чтобы возвещать это людям. Но небеса пытаются отсюда, из земли, взять это откровение. Один из стихов, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Знаешь, очень трудно обдать определение вот этому слову «предвечное». И у Бога была вот эта предвечная воля, какой-то замысел. И, знаешь, пока трудно представить себе, что же такое это слово «вечность», потому что у него нет начала и нет конца. И предвечное определение, это означает, что у него вечно это было, и это было для вечности также. И что, трудно понять, что же такое это предвечное определение, которым он призвал нас, как это он сделал. И это не было так, что Бог шел по дороге, споткнулся и подумал, давай я тоже это сделаю. Но это в вечности было у него, и в вечности у него было вот это предопределение. И, грубо говоря, когда родился Бог, вот тогда и родилось предопределение. Кто-то знает, когда родился Бог, никто не знает. То есть Бог всегда был, есть и будет. И, соответственно, вот это определение у него было всегда. И вот это человеческое старание как бы дать определение слову «вечности». И если мы вот как раз-то переведем, дадим истолкование этому слову «вечности». Это означает, что еще до вечности, как бы предвечности. И представьте себе, сколько Бог думал о вас, когда Бог думал о вас, и на какое время Бог думал о вас. Вот такой Бог у нас, дорогие. И апостол Павел говорит, что я хочу всем возвестить вот эту сокрытую тайну в Волюбузе. Для чего он хотел возвестить об этом? Апостол Павел не хранил это в себе, не говорю, вот у меня тайна такая есть, но я это для себя храню. Никому не скажу. Но здесь апостол Павел говорит, наоборот, что Бог открыл это во мне, и для меня, чтобы я возвестил вам, передал бы вам, для вас. Когда мы в Афстолане Коффициальном, с первой главы, четвертом стихе, мы узнали, что Бог еще предопределил и избрал нас прежде создания мира. Мы просто пробегаем вот эти стихи, и не задумываясь о том, что из вечности Бог избрал тебя. Но когда мы закончили служение, прошлое, многие говорили, что для меня это было очень ободряющее слово, очень хорошее слово. Что-то новое произошло, ты посмотрел на себя с другой стороны, с другой позиции. И апостол Павел говорит, как раз-то я поэтому и хочу возвестить это, чтобы все узнали, что же Бог предопределил для каждого из нас. Давайте продолжим эту тему, продолжим и посмотрим, о чем же говорит сегодняшняя тема. Эфициальном, первая глава, третий и четвертой стихи. Благословим Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Эти два стиха мы прошли уже очень хорошо, и мы поняли одно, что ты не сможешь стать благословением, Бог уже сделал тебя благословенными. Перед служением я размышлял о том, как же открыть это, как бы показать это, что тебе не нужно стремиться к благословению, ты уже благословенными. Река, которая течет, у нее есть свои истоки, и она течет по устью какую-то. Что определяет реку? Сама вода или же источник истоки? Если не будет истока этой воды, тогда самой реки не будет существовать. Река всегда течет с горы вниз. Это не так, что река течет вверх, чтобы источник, исток создать. Нет, но есть источник, и потом из источника истока уже течет вот эта река. Бог уже сделал тебя благословенными. Ты сам являешься этим источником, и из тебя истекает вот это благословение. И поэтому, к чему ты прикасаешься, все становится благословенными, и люди в общении с тобой, они наслаждаются. И это не так, что давай я вот это сделаю, то сделаю, это сделаю, чтобы статус благословенного как-то приобрести. Нет, но ты уже благословен. Бог благословил тебя и избрал. И одной из составляющих вот этого благословения есть избрание чисто, что Бог избрал тебя. Из вечности Бог увидел тебя и избрал тебя. И Бог избрал тебя из всех, и Он сказал, вот ты нужен Мне. Бог, давайте зададим вопрос. Бог благословил, Бог избрал меня, но для чего? Для чего Он избрал тебя? Когда мы выбираем какой-нибудь предмет в магазине, где бы то ни было, мы его выбираем для определенной цели. Бог избрал тебя, и Он предопределил для тебя миссию, то есть для чего ты избран, для какой цели. И пятый стих говорит о том, почему Он тебя избрал. Эфисянам первая глава, пятый стих. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Предопределив заранее. Предопределив, то есть Он рассчитал время, Он избрал тебя. Это не так произошло, что вдруг случайно ты стал Детем Божьим. Но прежде создания мира, Он все заранее, Он установил все в порядок, что все в порядок, Он избрал тебя. И Он заранее предопределил тебя быть Его сыном, Его дичем. И это не случайно произошло, что сегодня мы Его дети. И можно сказать, ты желанное Детя Божье. И по изволению воли своей написано. По благоволению воли своей. И в русском, опять же, хорошо звучит благоволение. То есть, Он это сделал, исходя из благой воли, из благого желания. Когда Он избирал тебя, Он сделал это, исходя из своей воли, своего желания. Так что ты желанный для Бога. У людей иногда появляются нежеланные дети. Иногда, когда начинается ребенок, люди начинают, ну, вот, это нежеланный ребенок, мы его не хотели, еще рано были и так далее. Но в нашем отношении, по отношению к нам, это не так. Мы не нежеланные Дети Божьи. Мы не родились случайно, или, ну, допустим, Говоря по современному языку, мы по спецзаказу делаем. Ты специально избран для этого. И в пятом цехе, предопределив усыновить нас тебе через Иисуса Христа. Предопределив усыновить, это означает, что Он усыновил тебя. И Он планировал это, как через Иисуса Христа, тебя, упавшее творение, падшее творение, чтобы усыновить тебя. И есть такое предопределивое слово, провизио, из греческого. Это означает, чтобы, вот, красным карандашом сделать круг. И, то есть, другими словами, когда Бог увидел тебя, Он тебя очертил красным карандашом. И когда люди ищут работу, например, или в газетах, где бы то ни было, когда они замечают такое хорошее объявление, они берут его, я черчевую, карандашом красным, чтобы понимать, что, возможно, это будет для меня. И когда Бог увидел тебя, Он сразу же очертил тебя, и сразу запланировал, что ты будешь Его творением, Его. И написано, что Он из Вечности предопределил тебя. Дорогие мои, знаете, когда мы родились? Когда мы появились? Когда Бог отпустил руки наши. Выпустил нас. Это означает, что Бог из Вечности, Он держал тебя, Он объемлил тебя. И когда Он выпустил тебя, вот тогда ты родился на этой земле. Чтобы ты родился на этой земле и был виден, как Его дитя. Я хочу вам сказать о том, на что я посмотрел совсем другими глазами. Мы говорим, что Бог в Вечности предопределил нас. Что это значит? Мы порой не прикасаемся к книге Откровения, потому что боимся, что только Мшебаню. Или если к 13 главе прикоснулся, она Тарси. Потому что о числе дьявола, о головорезке, ну, в общем, о плохих глазах написано. Но если мы за 30 минуты, мы говорим, что эти 10 минуты не поклонятся. Тогда мы говорим, что Мшебаня не поклонятся. Если мы говорим, что Мшебанки не поклонятся к дьяволу, то есть еще другое. Откровение 12 глава 8 стих. И поклонницы ему все живущие на земле, то есть о язычниках говорится, которых имена не написаны в книге жизни у Ангца, закланного от создания мира. Давайте начнем истолковывать этот стих с концами. Оказывается, у Ангца была эта книга жизни еще в начале, до создания мира. И дьяволу поклонятся те люди, которые не записаны в этой книге. Порой мы думаем, что когда мы каемся, вот тогда записываются наши имена в книге жизни. Но на самом деле это по-другому совсем, потому что Бог заранее избрал тебя, заранее предопределил тебя, и заранее записал тебя в этой книге. И это не было так, что у Бога была книга жизни, она была полностью пустая, и у Бога была объявлена вакансия. Но Бог знал, и у Бога была эта книга, и у Бога были записаны все имена, и Бог заранее знал, что ты придешь к Нему, и это имя было записано в начале. Давайте посмотрим в Ефесянам 1.5. И мы прочтем 5, но до этого 4, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И мы хорошо объяснили, что мы должны быть перед Господом святы и непорочны. Нет, потому что нас заставляют это делать, или вынуждены, но по любви. И теологи, они изучают, исследуют то, что слово «любовь», вот она должна принадлежать к 4 стиху, или к 5, потому что раньше стихи не были пронумером. И вот это слово «любовь», куда бы ты не делал, к 4 стиху, или к 5 стиху, и туда, и туда подходит. Но также и хорошо звучит из 5, что «любви предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Так как невозможно усыновлять по обязанности, всегда усыновление, оно связано с любовью. Ты никогда не будешь желанным ребенком, если родители не любят тебя. И когда родители, они планируют ребенка, допустим, они планируют это с любовью, и они ожидают, и тогда этот ребенок, он раздается в любви, он желанием. И вторая глава постановки Эфициана начинается с той падшей ситуации или состояния, в котором мы находились. И четвертый стих я назвал революционным стихом. Потому что он открывает то, что же предопределило изменения, которые пришли в нашей жизни. Вторая глава, четвертый стих. Бог богатым милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И написано, Бог своей, не своей просто любовью, но своей великой любовью. Иоанна 3, 16 начинается так. И Бог запланировал спасение человечества, и для этого послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно ее. Я допустил где-то ошибку. В начале же. Там написано, на самом деле, что Бог, ибо так возлюбил Бог, не просто запланировал, а возлюбил. И Бог возлюбил нас, помиловал нас. И вот исходя из любви, Он запланировал наше сыновство, наше усыновление. Как раз здесь написано так. Он предопределил наше усыновление, то есть Он взял нас и усыновил. Одно, быть Божьим творением, но второе, быть Детем Божьим, и попозже я буду говорить об этом. Он усыновил нас. Когда апостол Павел упоминает вот этот термин усыновления в те времена. И всегда, когда мы слышим, это всегда у нас такая ассоциация, что всегда усыновляют, наверное, с детского сада или там, я не знаю, может, приюта. Потому что мы думаем, что тридцатилетнего никогда никто не усыновит. Он уже взрослый, уже какой-то упорядоченный, у него свое видение, свое мнение и так далее. Но когда мы думаем об усыновлении, мы всегда думаем о маленьком, чтобы вырастить, как я хочу. Но во времена апостола Павла было наоборот, потому что усыновляли больших. Да, родца Швилоба, медиодам, холодам, холодам, дидархарсконда, амиссиуплебаром, дидрэпс эшвилят швилеви. И когда шла речь об усыновлении, только лишь богатым было дано право усыновлять детей. И если у богатых не было детей и не было наследника, соответственно, они искали вот такого ребенка, уже взрослого, можно сказать, чтобы он соответствовал их критериям, чтобы впоследствии все полностью передать ему. И представьте себе, если вы помните Авраама, он говорил, кому же передать мое имение, Ильязару, он богатый. И он хотел передать свое богатство кому-то. И им он хочет желанных детей. Он должен был избрать вот этих, найти этих людей, которым он передал бы свое величие. И когда ты делаешь осмысленный выбор, всегда этот ребенок желанный для тебя. Если мы посмотрим нашу библейскую оценку, то есть, какими мы были до Христа. Тогда мы могли бы подумать, что мы совсем не были желанными детьми. И, наверное, для того, чтобы заслужить избранничество Божие, мы не смогли бы никакой критерии удовлетворить. Поэтому написано, что он, исходя из своего благоволения, избрал тебя из-за любви, потому что возлюбил тебя. Римлянам третья глава говорит о том, что все согрешили, и нет никого достойного. Никто не смог бы стать достойным детьем Божьим. Но он избрал тебя, он увидел тебя. Потому что написано, что из великой большой любви своей, великой любви своей. Как это произошло? Давайте посмотрим официально вторую главу, пятый стих. С пятого по седьмой стих. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство богодати своей. В благости к нам во Христе Иисусе. И почему он это сделал? Потому что Бог богатой милостью, по своей великой любви, которую воздубил нас, из нас, мертвых, по преступлениям нашим оживотворил. То есть спас нас. Наша оценка была такой, и наш статус в Фейсбуке такой был. Мертвый из-за преступлений. Падший, безжизненный, без перспективы, без будущего. И почему Бог избрал нас? Почему он даровал нам усыновление, сыновство? И седьмой стих говорит, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Чтобы на нас, как на примере, показать вот это преизобильное богатство своей благости. И вот как раз в русском звучит хорошо, то есть преизобильное, больше, чем изобилие. Ифисянам первая глава пятой шестой стихи предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, по хвалу славы благодати своей, которую он облагодательствовал возлюбленным. И когда Бог избрал тебя, когда Бог призвал тебя, Он это сделал для славы благодати своей. Что же означает, что во славу благодати своей? Потому что если мы прочтем Ифисянам вторую главу с первого по третий стих. И там написано, что мы находились под властью дьявола, и у нас никакого будущего не было. И мы были чадами гнева, как и прочие. Но когда Бог избрал нас таким патчем, вот это и есть благодать. И в одночасье Он сделал нас над последниками неба. Если мы представим по-другому и поймем, как это звучит и что это такое. Благодать как раз это тот процесс, который я сейчас изъясню. Представьте себе, например, бомжа. Представьте себе, если богатый подойдет к этому бомжу в тот момент, когда он ковыряется вот в этом бункере. И приедет со своим лимузином. Посадит его в этот лимузин, привезет в свой дворец. Искупает, побреет. Наденет хорошую одежду, прическу. И скажет ему, что с сегодняшнего дня ты мое дитя. Мой дом, твой дом. Мое состояние, имущество твое. Мою жену не трожь. И представьте, за одну минуту этот человек, который, можно сказать, являлся никем, и у него ничего не было, в одночасье он становится богатым. Как бы мы это назвали, Бог? Повезло. Какое счастье у него. Нет, ты сказал бы это, благодать и милость. Вот это добрый поступок, вот как раз вот это благоволение, вот это и есть благодать. Мы один анализ, на самом деле, мы проводим. Мы где-то застряли в середине. Мы не видим того, что есть на небесах. И мы не знаем, что творится в аду. И поэтому не можем анализировать, какая разница между адом и раем. То есть, если ты поймешь, откуда Бог тебя вывел и куда ведет, вот тогда ты поймешь, что такое же похвала благодати. То есть, как раз то, благодать и есть проявление Божьей природы, Божьего характера. И когда ты придешь на небеса, ты начнешь прославлять как раз то вот эту благодать. Потому что вот этой благодатью Бог спас тебя. И это большая тема, я, наверное, многое пропущу. Но я хочу сказать вам одно. И в книге Откровения, если не ошибаюсь, в 24 главе, когда... В 4 главе. Когда все старцы, они снимают свои венцы и кладут к ногам Божьим. И они говорят, что ты достоин принять это, потому что ты искупил нас. И в 2 главе, я коснусь этой темы коротко, не буду много говорить об этом. И это есть последствия нашего усыновления. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью, вы спасены. Следующая тема, как раз то, о благодати. Если будет возможность, я обязательно коснусь, буду говорить об этом на эту тему. Что ты не заслужил, потому что наш статус был таковым. Мы были бомжами, мы были падшими, и так далее, и так далее. И вот такое представление и описание было о нас. Мы были чадом и гневом. И Бог взял нас, вложил в Христа, распял его на кресте. И когда он воскрес из мертвых, Бог поставил, как бы, поставил нового человека, новое творение. И одним из них был прием. И когда Иисус вознесся, Он сказал, ну, вы сейчас оставайтесь на земле, а я пошел на небо. Но написано, что Он возвысил нас и посадил с собой на небесах. И воскресил с ними и посадил на небесах во Христе Иисусе. Бог не оставил тебя на земле, но Бог уже поднял тебя на небеса и усадил там. Мы видим разницу? Все равно не видим. И разуму очень трудно постичь это. Бога никто не заставлял, чтобы Он искупил это падшее человечество. И Он по закону мог бы осудить, и Он был на самом деле прав. Но, в Эфициальном 2.4 написано, но богатым милостью. Исходя из той великой любви, которую Он имел каждому из нас. Вот этим Он спас нас. И вот этот процесс, это все называется благодатью. И написано, что Он родил нас и установил для славы благодати. Когда Бог совершил вот это спасение во Христе. Знаешь, иногда мы так говорим. Вот человек упал, взял бы Бог и стрельбил бы все человечество, и заново начал бы. А кто сказал, что Он не так сделал? И во Христе Он распял все старое творение. И воскресением Он положил основания для каждого нового творения. И что самое главное, если мы будем говорить, мы были на самой низкой ступени. И что Бог сделал? Бог продвинул нас вперед, и это очень сильное продвижение, потому что сделало нас новым творением. Новое творение, это творение, созданное по подобию Христа. Проект Адама провалился, и сейчас работает проект Христа. Бог заново сотворил это новое творение. Ты не старая Энди, не старая Натия, и никто другой старый. Когда говорят, привет, старикам. Нет, мы новые, старые, ветхие, они уже в истории. Из падения Бог перевел тебя в новое творение. Но Бог здесь не останавливается. Я же сотворил тебя по-новому. Сейчас начни жить по-новому. Живи как новое творение. Но Бог сказал, я еще продвину это творение вперед, еще на одну ступеньку. Бог не удовлетворил бы, что просто он бы имел общение с новым творением. Но Бог взял это новое творение, установил себе, сделал своими детьми. Но я не думаю, что если бы он был большой, а году была с Богом. Значит, единственное, что ты делаешь, будучи новым творением, это дружба с Богом. Знаешь, какое-то время Адам и Бог были... ...с людьми. И написано в прохладе дня, они вот так гуляли... ...они сплетничали с друг с другом свято... Но это не было замыслом Божьим, чтобы они просто общались так хорошо. Но написано, что Бог из Вечности предупредил усыновление, не просто дружбу. Потому что у Бога есть любовные взаимоотношения, любящие взаимоотношения со своими детьми. И отношение и общение с детьми намного выше стоит, чем общение друзей. То есть Бог должен был из твоего падшего положения поднять тебя на уровень нового творения и потом уже Он должен был усыновить тебя. Мы были подобны Моисею. Нас пустили, можно сказать, вот на волю, по воле судьбы по Нилу. И мы не знали, какой бы крокодил из ада поглотил бы нас. Но Бог увидел тебя. Что мы были в опасности, но написано, что Бог, в глазах Божьих, Он был желанным. Но я не знаю, чем привлек Моисею внимание Божьей красотой или чем бы то ни было, но написано, что Он был желанным для Бога. Ты тоже Моисей Божий, и Бог тебя вывел из воды. И Бог сильно просто симпатизировал тебя и просто вывел тебя. И Бог избрал тебя, вывел тебя из воды и написано, Он назывался сыном Параона. И Он имел подход ко всему богатству египетскому. Бог усыновил нас. Но я еще по-другому хочу объяснить, что же такое усыновление. И я пытаюсь с другого угла вам показать, что же является сыновством Божьим. И когда ты усыновляешь ребенка, ты понимаешь, что может это ребенок хороший, все положительное, но твоего ничего в нем нет. И ничего, допустим, твоего Он ни генетики, ни крови, ни плоти твоей, ничего Он не несет с собой. Но Бог не просто усыновил тебя, но сделал истинным своим детем. И я попытаюсь, я думаю, что я объясню тебе, это будет новым откровением для тебя. Вы все хорошо знаете 1 Петра, 1 глава 20-30 стих. Как возрожденные. Что значит возрожденные или заново рожденные? Я не знаю, но мне очень нравятся русские слова. Возрожденные. Возрожденные. То есть возрожденные, то есть заново родители. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Все рождается от семени. Мы тут немаленькие, где-то сидим. Знаешь, и люди, и растения, они рождаются вот таким образом. Тогда съешь кукурузу, кокос не растет. Семя кукурузы рождает кукурузу. Потому что в этом семени есть заложена генетика того, что должно произрасти из этого. То есть семя, оно носило в себе генетику, характер, природу и так далее. Библия говорит, что Бог возродил нас от нетленного семени. Своим словом. Когда Никодим пришел к Иисусу, Иисус сказал ему, если ты не родишься свыше, то не войдешь в Сарстве Божьей. Как происходит это? Водою и Духом. Водой это означает Словом Божьим и Бог рождает тебя заново как новое творение. Первое творение Бог создал своими руками. Но второе творение Бог творит своими словами. Но как мы говорили, что Бог не остановился на новом творении, которое Он создал через Словом. И Он взял свою генетику, взял свой дух и в последний момент вошел в тебя, дал это тебе. Свой характер, свои способности Бог вложил в тебя. Продолжим. Деяния апостолов говорит, что мы его творения, мы его потомки. И ты таковым не будешь, если ты не будешь носителем его генетики. Давайте еще откроем и так далее. И так подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Там не написано, что усыновленные, но чадо уже, дети. И как каждое дитя, оно должно было отношение к своему родителю. Иногда говорят даже, как яблоко, разрезанное пополам, так похожи они. Давайте посмотрим, что же говорит Иоанн о сыновстве. Первый Иоанн, а третья глава. Первые два стиха. Смотрите, так начинается этот стих. Иди, посмотри, наблюдай за этим, познай. Смотрите, какую любовь дал нам отец, не Бог. Я скоро буду говорить об отцовстве. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться, он назвал и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Иоанн говорит, что мы теперь уже сейчас дети Божьи не будем в будущем когда-то, но мы сейчас уже являемся детьми Божьей, потому что мы являемся носителями его генетики. римлянам 8 глава 28-29 стихи. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. я хочу остановиться на этом стихе, я чуть-чуть отойду от темы. и когда я размышлял об этом стихе, я дал мне откровение о том, что же означает, что любящим Бога все содействует по благу. очень часто в нашей жизни происходят или такие неприятные случаи или что-то плохое. Я думаю, что это будет для кого-то пророческим словом, потому и говорю это. И порой какие-то такие истории происходят в нашей жизни, такие проблемы. И иногда ты запутываешься и совсем не понимаешь, что же происходит на самом деле. Бывало у вас такое, когда вы, допустим, брали какую-то нитки или что-то такие, они так заплетены друг к другу, что ты не знаешь даже откуда начать, чтобы развязать их. Но знаете, что происходит? Если эта нитка длинная, есть какой-то узел, и это вот как раз твои проблемы, где все запутано у тебя. И проходишь, допустим, и опять видишь какую-то путаницу. и не понимаешь, почему это так. И еще пройдешь два шага, еще дальше и дальше, и ты увидишь, что на этих шагах как будто вот эти запутанные узлы. и Бог напомнил мне, вы можете перепроверить, когда скалолазы, они поднимаются на высоту, у них вот такие, как раз такие веревки. потому что это помогает им, вот эти узлы как раз помогают в том, чтобы они удержались за эти узлы и поднимались все выше и выше. И если у тебя, допустим, прослеживается рука, и ты попадешь вниз, вот этот узел, он поможет тебе удержаться. И это будет тем откровением, которое напомнит тебе, вот что Бог сделал в этот момент твоей жизни, откуда Бог вывел тебя. И поэтому написано, что призванным по его изволению, это означает, что Бог заранее предопределил тебя, и случайного ничего нет. просто Бог делает узел в твоей жизни и не бойся, просто держись за него. 29 стих. И когда никого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. И кого он предопределил, призвал, он сказал, я хочу, чтобы они были подобны моему сыну. И вы помните, когда Бог говорил об Иисусе, что вот мой сын возлюбленный, не мое благоволение. И написано, что чтобы он был первым среди братьев своих. И реально у Бога есть Сын Иисус Христос и мы его братья. И Бог хочет, чтобы Иисус Христос единственный был первым среди всех своих братьев. И поэтому Бог предопределил, чтобы мы были подобны его первому сыну, сыну номер один. И Бог с нами вообще не находится не только как с новым творением, но также как с своими детьми. Для мира и для других Бог является просто Богом. Но Бог для нас также является его тем, потому что мы его дети. если Он Отец тогда мы идем. И когда Иисус пришел и Он принес откровение о Боге, Он говорил, не Бог сказал, не Бог сказал, а Отец сказал. Он принес фактически откровение мы молимся так иногда Боже который на небесах насветится имя Твое. Так? Мы молимся Отче Наш Он не просто для нас Бог, для нас Отец. Отец Который всегда открыт для того, чтобы услышать и принять своих детей. И если Бог остался Богом а мы Его творением всегда между нами была бы официальность Он бы Богом а мы его творением. когда Он открылся как Отец а мы как дети тогда между нами уже родительские взаимоотношения с детьми. Римляна 8 глава 14 стих Ибо все вадимые Духом Божьим Сыны Божьи И 15 стих Потому что вы не приняли Духа Раб усыновления Которым взываем Ава Отче и мы приняли Дух усыновления и поэтому когда мы молимся мы не говорим Господин Бог но мы говорим Отче Отец Бог и поэтому написано что Бог дал нам надежный доступ И И когда будете молиться молиться Отцу вашему небесному Вы помните это Местописание И И какой отец который когда сын попросит его рыбу он даст ему злу если вы злые можете давать благие даяния тем более Отец ваш небесный даст благо просящим у него дойдите мне еще пять минут потому что это самое главное я завершу на этом есть между нами и Богом отношение отца сыном с ребенком но Бог даже здесь не останавливается Бог не говорит чего ты хочешь я тебе дал статус сына ты моё дитя уже я еще молод но многие взрослые поколения говорят так я еще ничего не планирую когда мы какое-то имение у нас уже какое-то состояние есть мы не говорим что мы говорим что ну когда я уйду я это собор тебя оставлю то мы это состояние оставляем своим детям и дети фактически являются наследниками нашими и в начале же первой главе апостол Павел говорит чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очень сердце вашего дабы вы познали в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и каково богатство славного наследия Его для святых вы можете просто взять эту фразу и разбить ее насколько велико это богатство а сейчас еще наследие представьте себе если бог возьмет вот этого бездомного и он даст ему весь дом то есть все что у него есть представь себе если ты оказался на положении этого бездомного ты принял бы этот шанс какой глупец скажет нет на это римляна 8 глава говорит шестнадцать шестнадцать стих все самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божьи я иногда людям говорю как тебе доказать что я дитя божьи у меня нет паспорта с собой единственное демоны в духовном мире видят потому что у нас тут печать но этот дух свидетельствует нашему духу у нас есть это внутреннее свидетельство что мы дети божьи но 17 стих говорит а если дети если дети то если вы дети то и наследники божьи со наследники же Христу ты наследник божий и наследник Христу на самом деле у Бога есть единственный наследник это Иисус Христос и когда Бог призывает тебя ты становишься наследником но наследником Христу можно сказать что Бог взял все то что у него есть все свое имущество и передал единственному наследнику твоему сыну и написано что Бог поставил завет сыном его семенем его написано об одном как бы язычникам сонаследниками составляющими одно тело и сопричастие и эфицианам сейчас мы прочитаем эфицианам 3.6 чтобы язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования мы стали сонаследники Христу другими словами то что принадлежит Христу принадлежит и тебе амин Иисусу принадлежит трон власть сила царствие всякие благословения и поэтому он поделил с тобой свой трон свою власть поделил с тобой свою силу свое царствие все благословения он поделился потому что ты стал наследником я скажу две мысли и закончим на этом что же такое это наследие скажем одним словом вы помните притчу о блудном сыне я хочу сказать вам если человек находящийся в церкви теряется уходит из церкви если до этого он был потерянным творением но если человек уже покажется и он уходит из церкви он уже не ищет его как потерянное творение но как потерянное дитя как потерянного сына вы помните в Евангелии от Луки 15 главе когда блудный сын возвращается из церкви и обиделся увидев то что отец все сделал одел его новую одежду и обувь и все И сделал праздник. Лука 15 глава 29. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйдет, звал его. Но он сказал в ответ отцу. Вот я столько лет служу тебе. И никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откровенного теленка. Он же сказал ему. Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Все мое твое. Другими словами, что твое. Что Божие, то и твое. Что сделал Христос для тебя? Второй конифеном, восьмая глава, девятый стих. Второй конифеном, восемь девять. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. И здесь говорится также о благодати Господа нашего Иисуса Христа. Вы уже знаете, что значит слово благодать. Вы знаете, в чем состоит благодать Христа. Что Он, будучи богат, Наш Господь никогда не был нищим. Что Он, будучи богат, Обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И апостол Павел говорит, как написано, Потому что этот стих написан в 111-м Псалме. И второй конифеном, в девятом, главе девятом стихе написано, Как написано, расточил, раздал нищим. Правда, Его пребывает вовек. Расточил. И в 111-м Псалме написано, что Он развеял. Знаешь, расточил, развеял, Это все ассоциируется хорошо с финансами. И можно сказать, расточил это беспорядочно тратил, То есть Он не жалел, когда тратил. И Бог не делал так, допустим, Одному тебе лар, лар, два лара, три лара, и вот так. И Он говорил, подожди минуту, Он заходил в свою сокровенничество, Брал вот так в охапку и расточал. Он говорил, все это Вам. И обнищал это означает, что Он, можно сказать, Опустошил всю свою сокровенницу. Он все отдал. И там написано, что Вы нищие, Вы бедные, Сколько Вам бы не перепало бы, Вы все равно богатые. Видите, какое наследие у Вас? Поверьте мне, что и представления нет у Вас. Мы не можем представить этого. Невозможно. Поэтому срочно Дух премут вас и откровения. Насколько велико Его призвание. Насколько велико Его наследие. Насколько велика честь, что ты когда-то падший, незнакомый совсем, сегодня ты являешься кандидатом в небес. И Детем Божьим.